Так, но мы все время говорим, что Путин идет, Путин выдвигается, и это из-за выборов, и то из-за выборов, и конференция, и видеообращение. Но Путин же о своем выдвижении до сих пор не объявил, хотя анонсировалось, что это состоится в начале октября месяца. Чем вы можете объяснить такую неспешность? Некоторые эксперты уже говорят о том, что все-таки может реализован быть план-приемник. У меня есть своя личная версия, она родилась в ходе интервью с Андреем Пиантковским. Мне показалось, что вполне рабочая версия, что Путину нужно на выдвижение уже разрешение его хозяина Си Цзиньпиня. А тот может откладывать этот вопрос до встречи своей с Байденом. Как вам такой вариант? Вариант правильный и нет, потому что Си Цзиньпинь дал ему такое разрешение. Си Цзиньпинь в этом году приезжал в марте месяце с визитом, и первая фраза, которую начал Си Цзиньпинь, когда начал встречаться с Путиным, там они вот сидели, общались, это вот такой первый разговор. Си Цзиньпинь сказал, в следующем году у вас выборы, и я надеюсь, что российский народ перевыберет вас на очередной срок. То есть Си Цзиньпинь ему ярлык на княжа не дал уже, все уже, это состоялось публичное. Так что в этом смысле нет, не это Путина. Ну, тут знаете, ярлык дал, ярлык и взял обратно. Путин с марта этого года был плохим в Добе, в общем-то, поэтому Си Цзиньпинь мог и передумать. Ну, это, конечно, согласен, что это может быть такое. Но проблема здесь другая. Путин легалист в смысле совкового права. Зачем ему сейчас выдвигаться, если выборы еще не объявлены? Государственная Дума должна принять постановление о назначении выборов президента Российской Федерации. Обычно это делается в декабре года, председствующего выборам. Вот когда объявят, тогда Путин объявит, что он выставляет свою кандидатуру, и то. Вы знаете, обычно, кстати, вот если память мне не изменяет, Путин всегда это делал за день до истечения официального срока или даже в день истечения официального срока. Потому что ему же не надо ничего. Он же знает, что у него не будет никаких проблем. Потому что все это остальные объявляют. Почему? Потому что вы должны подать документы, значит, ЦИК должен их рассмотреть и утвердить или не утвердить вашу кандидатуру. Сказать, что вы идете или не идете. А Путин же знает, что его кандидатура всегда будет. Поэтому он может подать вообще за пять минут до закрытия ЦИК в тот день, который в законе обозначен как самый последний крайний срок. И даже если он опоздает, то уже ночью накануне этого дела Госдума примет другой закон, который позволяет действующему президенту объявлять об этом с нарушением срока. Так что в этом смысле у него нет абсолютно никакого желания бежать впереди паровоза. Он, кстати, этим подчеркивает, что он совсем отличается от всех остальных кандидатов. Потому что вот Гиркин объявил об этом сидящее в СИЗО еще в августе месяце этого года. Потому что ему надо выжить в этом СИЗО. И то, что он объявил о том, что он идет на выборы, он считает, что это его, так сказать, страховой полис. Потому что поскольку он сам себя назначил политическим деятелем таким образом, федерального масштаба, его бы бояться убить в этом СИЗО. Или уморить голодом, или, я не знаю, вколоть ему что-нибудь, чтобы у него остановилось сердце. Вот а Путину это не надо. Поэтому, наоборот, он будет сидеть до конца. Вот в этом смысле, кстати, он садист абсолютный. Потому что он специально унижает всех остальных. Он ведь всегда говорит, что мне не нужно, например, никакие дебаты. Я не... Вот пусть они дебатируют между собой. Да, вот эти кандидаты, вот они там должны дебатировать. Ему говорят, ну, вот вы знаете, вы же должны быть на равных как бы. А он говорит, ну, как это на равных? Я президент действующий. А вот они все равные потом между собой. А я с ними не равный, они мне не ровня. Вот поэтому в этом смысле я бы не искал бы здесь никаких других подводных камней, кроме этого.